Начинаем пресс-конференцию после матча Черноморец-Горняк-Спорт. И сейчас главный тренер команды гостей Игорь Жопченко со своим комментарием сегодняшнего матча. Пожалуйста. Ну, обидно, конечно, терять очки. Не дотерпели немножко. В принципе, план на игру выполнили, перекрыли фланги. Черноморец практически ничего не создал возле наших ворот. Защитники справились. Крайние хавы тоже перекрыли и с Линкина, и справа полузащитников. Поэтому знали, что вертикальные передачи, туда забросы практически справились. Стандарт – это для нас, конечно, проблема. Уже ни одну игру мы пропускаем со стандартом. Поэтому есть над чем работать. А так, ну, и владели инициативой, и создали моменты. Поэтому, ну, конечно, ехали сюда за тремя очками. Поэтому немножко есть такая коричь. Ну, а сегодня я успел съездить с утра и на кладбище Прокопенко Виктора Евгеньевича, и Плоскина, и Соколовского, и Цимбаларя. То есть, я думаю, что это мне дало тоже какие-то силы, чок какой-то в команде. Так что, опять-таки, приятно играть на таком стадионе. Ну, и возвращаться в Одессу. Много лет вот, да, на Черноморцу. А вот для многих болельщиков было сегодня ожиданностью появление в вашем составе бывшего моряка Дмитрия Семенева. Это произошло в последний момент, да? Ну, мы взяли его в аренду у Прибалтов, поэтому он с нами тренировался, полностью все сборы прошел. Только сейчас там заявили, там, ну, с трансфером там были какие-то, да. Спасибо. Все, спасибо. Успехов вам. И вам тоже. Спасибо. Матч Черноморец, Горняк Спорт, Сергей Коварев, главный тренер. Матч Черноморец, Горняк Спорт, Сергей Коварев, главный тренер. Это один-в-один. Конечно, что хотели выиграть, команда проявила характер, играли с хорошей командой, програвали, но отыгрались. И хотели очень победить. Но это первый матч на стаде, и много новых гравцев, нет момента изигранности. Но гравцы сделали все, чтобы был позитивный результат. Это важно для нас. Спасибо.